Вы знаете, сегодня у нас очень интересная тема, мы продолжаем говорить о любви, и сегодня будем говорить о любви в семье, о отношениях в семье. Вы знаете, когда я готовился к проповеди, я вспомнил, что еще когда женился, только 10 лет назад, меня посетила одна мысль. Вот именно тогда, вот еще 10 лет назад, когда мне только 19 лет было, вы знаете, я пришел к такому выводу, что нас очень многому учат в жизни. Мы учимся 11 лет в школе, кто-то до школы ходит на какие-то подготовительные курсы, кто-то после школы идет на курсы к университету, кто-то в университете учится 5 лет, врачи могут учиться 8 лет, кто-то получает второе высшее образование. И вы знаете, что иногда нам в жизни это может даже и не понадобиться, в том объеме, в котором нас этому учили. Я признаюсь честно, я ни дня не работал по специальности, на которой учился. Но вы знаете, на фоне того, что мы 17, 18, кто-то 10, кто-то 15 лет учимся тому, что нам может не пригодиться, мы так мало учимся тому, с чем 100% столкнемся в нашей жизни. И вы знаете, если собрать все те прочитанные книги, все те проповеди, которые мы слушали, все те видео, которые мы смотрели на Ютубе, о семье, о семейных отношениях, о том, как строить семью правильно, возможно, соберется год, возможно, у кого-то больше, но это так мало по сравнению с тем, сколько мы учились для того, чтобы освоить то, что, возможно, нам не понадобится. И поэтому сегодня, в самом начале проповеди, я хотел бы сказать, что строительство семьи, твоей и моей семьи, в первую очередь, это наша ответственность. Сегодня я хотел бы каждому сказать, это наша ответственность, возможно, нас этому не научат, возможно, тот пример, который мы видели в своей жизни, он не всегда хороший, не всегда правилен, поэтому сегодня моя семья – это моя ответственность. И тема нашей проповеди, я назвал это слово так, моя любовь, моя ответственность. Вы знаете, в самом начале хотел бы еще сказать, очень часто, когда сегодня на Ютубе очень много роликов разных, много информации, бизнесу учат, учат, как дом построить, при этом живут в квартирах. И вы знаете, люди, когда смотрят это, они часто очень задают вопрос, а есть ли компетенция у спикера вообще, может ли тот, кто живет в квартире, рассказать, как дом построить, или тот, у кого бизнеса нету, рассказать, как бизнес построить. Хотел бы сразу вам сказать, братья и сестры, учитывая статистику карантинную, прожили мы с женой три недели карантина дома, все живы-здоровы, поэтому сегодня буду делиться тем, что знаю, тем, чем Господь благословил. Сегодня будем говорить о семье. Итак, первая ответственность, о которой я хотел бы, чтобы мы могли сегодня с вами размышлять, это ответственность между мужем и женой. Первый пункт – моя жена, мой муж равно моя ответственность. Вы знаете, иногда мы, почему иногда? Очень часто мы, зачастую, когда мы, каждый из нас принимает решение сделать предложение, в основном это делают братья, слава Богу за смелость у братьев, не приходится сестрам это делать, мы просто руководствуемся чувствами, которые у нас есть, нам понравилась вторая половинка, вот мы сделали предложение, и потом уже, когда спустя года мы в семье сталкиваемся с какими-то трудностями, которые бывают, потому что это жизнь, потому что нас воспитывали по-разному, мы абсолютно разные люди, мы уже начинаем понимать, что вовсе не так все легко, как мы представляли себе до свадьбы. И нам иногда нужно брать на себя ответственность. Давайте обратимся к Библии и посмотрим, что Библия говорит нам об ответственности. Зачитаем Бытие, 12 глава, с 10 по 13 стих. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приблизился к Египту, то сказал Саре жене своей, вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Вот такая вот история. Мы прочитали с вами такую непростую историю, и вы знаете, она повторяется не один раз. И я вообще люблю читать такие истории из Библии, знаете, потому что когда я читаю такие истории из Библии, я понимаю, что в принципе все мы люди, и у всех у нас есть какие-то свои вот такие вот моменты, нюансы. И мне нравится, что Библия всегда переводит наш взгляд на Иисуса Христа. Всегда показывает, что нам нужно поступать так, как Иисус Христос. Потому что даже те мужи, на которых мы можем обращать внимание в тех или иных аспектах, все равно в каких-то ситуациях могли тоже совершить какую-то ошибку, и вот поступить иногда так. И вы знаете, честно вам признаюсь, вот мы видим в этой ситуации, Авраам попросил Сару сказать, что ты мне не жена, вот мы идем в Египет, меня там могут убить за тебя, и пожалуйста, скажи, что ты мне не жена. И вы знаете, когда я читаю вот эти места из Писаний, такие места из Писаний из Ветхого Завета, я очень радуюсь, что я не живу в Ветхом Завете. Потому что у меня было бы два варианта. Мне надо было либо отказаться от предложения своей жене, либо сидеть с ней постоянно дома, потому что я постоянно был бы под угрозой того, что мне надо было бы говорить, что она моя сестра. Вот представьте, братья, только мы приехали с вами на отдых в какую-то другую страну или в другой город, нас сразу окружают такие браты крепкие, говорят, кто это рядом с тобой? Ну и тут как бы два варианта. Либо ты набираешься смелости и говоришь, жена моя, и знаете, 99% вероятность того, что эти братья не с пустыми руками пришли, с мечами, ну как бы исход ясен. Или второй вариант, ты так робко, знаете, опускаешь голову и говоришь, сестра, сестра моя. Вы знаете, Авраам не соврал. Действительно, Сара была сестрой по линии отца. Но здесь есть одна очень интересная история, предыстория, на которую я хотел бы обратить внимание. Вы знаете, Авраам уже до этого момента получил откровение от Бога, что Бог благословит его в той земле, куда он поведет его, и что он даст ему большое наследие, большое потомство, что от Авраама произойдет большой народ. И вы знаете, Авраам мог не испугаться в данной ситуации за свою жизнь, хотя это нормально, потому что действительно угрожали его жизни. Он мог поверить в то, что то обетование, которое он получил от Бога для себя, распространяется на его семью. Потому что это одно целое. Вы знаете, он мог сказать, что да, это моя жена. И возможно, мы с вами сегодня не живем в те времена, когда нам угрожает что-то вот такое вот конкретное, то есть когда нам угрожает что-то нашей жизни. Но так или иначе мы сталкиваемся сегодня с моментами, когда иногда, знаете, опустив голову, нам сложно признать, не знаю, где-то на работе, где-то с друзьями, что это мой муж, что это моя жена. Иногда мы проходим через различные испытания, и нам очень сильно важно научиться брать ответственность за нашу вторую половину, за нашего мужа или жену. Вы знаете, я долго искал в Библии пример, какой можно было бы зачитать пример, вот чтобы показать хорошую сторону вот этой медали, да, показать, вот действительно есть такой пример. И вы знаете, как часто мы приходим к тому, что людям без Бога это невозможно. И точно так же здесь мне было очень сложно найти. И поэтому я обратил свое внимание на книгу Ефесянам, на экране появится Ефесянам 5 глава, здесь написаны такие слова. «Жены, покоряйтесь мужьям вашим, как Господу, ибо муж глава над женой своей, как Христос глава над церковью. Сам же Он спаситель тела. Мужья, любите жен ваших, как Христос возлюбил церковь. Христос отдал себя за нее в жертву». Прекрасное место из Писания. Вы знаете, и в этом и есть пример. Если сегодня мы ищем пример правильных отношений между мужем и женой, мы должны смотреть на отношения Иисуса Христа и церкви. И вы знаете, что мне нравится в этом месте из Писания, в Ефесянам 5 главе? Здесь ни слова не говорится о чувствах, здесь говорится о ответственности и о действиях. Смотрите, что написано. «Жены, покоряйтесь мужьям». Это решение, это ответственность. Дальше. Кто-то может сказать про чувства. «Мужья, любите жен ваших, как Христос возлюбил церковь». Вроде бы чувства. Но дальше написаны слова «Христос отдал себя за нее». Вы знаете, очень часто, когда мы смотрим на наши отношения с мужем, когда мы смотрим на наши отношения с женой, нам так хочется эмоций и так хочется чувств. И когда их нет, нам кажется, что чего-то не хватает. Но так важно осознать, что в первую очередь мои отношения с моей женой, в первую очередь мои отношения с моим мужем, это наша с вами ответственность. Поэтому давайте все вместе скажем, у кого кто? Мой муж, моя жена, моя ответственность. Давайте, я говорю «моя жена». Моя жена, моя ответственность. Аминь. Следующая ответственность, о которой я хотел бы сегодня сказать, это ответственность о наших детях. Ответственность о наших детях. И сразу скажу, дети, данный пункт запрещено использовать по отношению к своим родителям, ни в коем случае. Вы можете сейчас читать Библию на телефоне внимательно, но ни в коем случае не использовать этот пункт против своих родителей. Вы знаете, точно так же, как нас не учат создавать семьи, нас не учат быть родителями. Мы видели пример наших родителей. Мы не знаем, хорошо это или плохо. Когда поступали к нам, по отношению к нам, каким-то конкретным образом, нам не объясняли, почему это сделали. Мы конкретно знаем, просто сделали вот так вот, но нам не объяснили, почему это сделали. Вот почему в такой ситуации поступать нужно так, а в другой ситуации поступать нужно иначе. И поэтому сегодня наши дети — это наша ответственность, И нам нужно точно так же ответственно, как в отношениях с женой и мужем, подходить к этому вопросу. Точно так же ответственно нам нужно заботиться и о наших детях. И вы знаете, первое откровение очень простое для каждого из нас. Родители несут ответственность за детей. Вот такое простое откровение. Можно сказать на него омени. Родители несут ответственность за детей. И сегодня какую ответственность мы можем рассматривать? Сейчас на экране появится, мы не будем останавливаться на каждом пункте. Как можно отвечать за своих детей? Я выписал шесть, скажу сразу, это не основные. Мы можем отвечать за наших детей, нести ответственность и позаботиться о их образовании. Мы можем позаботиться о здоровье наших детей. Мы можем позаботиться о воспитании наших детей. Также не всегда это возможно. Я сразу скажу, не всегда это возможно. И дети вот сейчас не слушайте или постарайтесь максимально серьезно отнестись. Мы можем позаботиться о стартовом капитале для детей. Мы можем позаботиться о возможности помощи с жильем. И пусть это не будет что-то большое, пусть это будут просто маленькие голые стены в каком-то смарт-хаусе, там, где очень маленькая площадь. Но мы можем об этом позаботиться. Мы можем позаботиться и помочь с началом бизнеса нашим детям. Когда мы увидим, что вот он уже готов что-то сделать, у него есть идея, мы можем поверить в эту идею и помочь ему ее реализовать. Вы знаете, так много вещей есть там, где мы можем позаботиться о наших детях, где мы можем взять на себя ответственность за наших детей. Однажды я ехал в поезде, и по соседству, в соседнем купе со мной ехали женщины, там была группа женщин. Они между собой обсуждали, это, наверное, были ровесницы моей мамы. И они между собой обсуждали, вот что нужно дать детям. Знаете, мне как сыну, в принципе, было интересно их слушать. То есть как бы прям мой возраст, я понимаю, что это вот где-то о таком же, как я, парне или девушке идет речь. И они обсуждали. Кто-то говорил, нужно оплатить детям свадьбу. Кто-то говорил, да, классно, свадьбу нужно оплатить, можно еще оплатить медовый месяц потом. Кто-то говорил, я помогу там ребенку с бизнесом, вот у нас есть семейное дело, мы поможем там адаптироваться или что-то еще сделать свое. Кто-то говорил, мы поможем приобрести жилье. И одна женщина сказала, что она не видит смысла помогать ребенку вообще. Она сказала, я считаю, что мой ребенок должен добиться всего сам. И вы знаете, в этот момент мне как ребенку самому, то есть я вот в тот момент, это где-то вот мне было, ну я не знаю, 21 год. То есть вот как раз тот возраст, когда ты выходишь от родителей, ну ты сталкиваешься с тем, что тебе все нужно. Тебе нужна помощь в том, помощь в том, ты один. И вы знаете, мне как-то так обидно стало вот в этой ситуации. Я услышал это, и мне стало обидно. И вы знаете, я так предполагаю, что, возможно, эта женщина, она, скорее всего, она не хотела ничего плохого своему ребенку. Возможно, она столкнулась с чем-то и просто транслировала пример своего детства, как было в ее молодости. Возможно, она просто не могла ничем помочь, и поэтому так сказала. Но вы знаете, после этого мне как-то на глаза попалось видео в интернете, где один блогер, молодой парень, достаточно примерно 30 лет, он размышлял о том, что он обязательно постарается помочь своим детям. И он привел там такую фразу, вы знаете, когда ребенок выходит в жизнь свободную, вот в 20 лет, в 21, кто-то в 22, кто-то в 18, когда он уходит от родителей, он часто сталкивается с трудностями. И вы знаете, вместо того, чтобы постараться найти себя и ответить на самые главные вопросы в своей жизни в молодости, он иногда просто ищет ту работу, которая поможет ему сегодня здесь и сейчас снять жилье, которая поможет ему прокормить семью. И у него очень мало времени на то, чтобы ответить на главные вопросы, кто он, чем ему заниматься и так далее. И поэтому я верю, что для родителей это большое благословение передать что-то для своих детей. В Библии так написано в притчах 19 главе. Дома и богатство — наследство от родителей, а разумная жена от Господа. Мы видим, что Бог разделяет эти вещи, и дома и богатство — это наследие от родителей. Но вы знаете, 100% возможно кто-то не может обеспечить того, что написано здесь. Так часто случается. Вы знаете, если мы говорим о старших поколениях, поколениях моих родителей, то тем более, потому что мы помним историю, мы понимаем, в какое время все это происходило, и мы понимаем, что моя дедушка с бабушкой жили в Советском Союзе. Родители застали, когда мы родились, застали развал Советского Союза. Очень трудно приходилось работать. И, возможно, действительно нету возможности благословить тем, что здесь вот написано 4, 5, 6 пункт. Мы можем первыми тремя благословить. Но есть одно благословение и одна ответственность, которая очень важна и может перекрыть даже все эти. Я хотел бы зачитать место из Писания. Это Матфея, 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они». И в притчах 22 главе написаны такие слова. «Настав ребенка на путь, на верный путь, и он в старости не собьется с него». Вы знаете, в нашей жизни очень часто могут быть какие-то стесненные обстоятельства, которые не позволят нам выполнить вот эти пункты. Как бы мы сильно не хотели, как бы сильно мы не любили своих детей, как бы сильно мы не старались им помочь. Но самая главная ответственность родителя – это привести ребенка к Иисусу. Привести своего сына или дочь к Иисусу. И я верю, что когда мы приводим наших детей к Иисусу, Иисус дальше поможет, наставит, направит, позаботится и благословит наших детей. Аминь. Аминь. Вы знаете, я хотел бы еще раз подчеркнуть. Самая большая ответственность родителей заключается в том, чтобы привести детей ко Христу. Мы двигаемся дальше. Наша следующая ответственность, о которой мы сегодня будем говорить, завершающая ответственность, мы уже скоро будем молиться, подводить итоги, это ответственность о наших родителях. Мои родители – моя ответственность. Вы знаете, последняя ответственность, о которой мы будем говорить, – это родители. И она никак не связана со второй ответственностью. Возможно, здесь сидят сейчас те дети, та молодежь, которые не увидели какого-то должного благословения, как им кажется, со стороны своих родителей. Я вам хочу сказать честно, этот пункт, он никак не связан со вторым. Ответственность за родителей, она никак не связана с объемом материальных благословений, с объемом каких-то еще благословений от твоих родителей. Наши родители — это наша ответственность. Самое большое благословение, которое они подарили тебе и мне, это то, что они дали нам жизнь. И поэтому сегодня, когда наши родители будут нуждаться в помощи, я хотел бы, чтобы мы понимали, что наши родители — это наша ответственность. Я вспоминаю пример Иосифа, все мы знаем историю Иосифа, я не буду ее засчитывать, потому что она очень объемная, и чтобы начать от «а» и дойти до конца, нам понадобится очень много времени. Но Иосиф оказался в очень сложной ситуации. Он, будучи подростком, был продан в рабство своими братьями. Его любили родители, о нем заботились родители, но потом очень долгое время он не видел своих родителей. И вы знаете, когда его братья, они пришли в Египет, потому что во всей земле был голод, в Египте было пропитание, была еда, было зерно, они пришли в Египет, и когда Иосиф открылся им, первым делом, что он сделал после всего этого, он забрал свою семью домой. Он сказал, приведите ко мне моего отца. Он забрал своих родителей домой и позаботился о них. Он забрал свою семью домой и позаботился о них. Вы знаете, очень часто нам кажется, что нам должны что-то дать. Очень часто нам кажется, что нам должны что-то дать, чтобы мы потом отдали это взамен. Но я хотел бы сказать каждому из нас, если мы говорим сегодня о родителях, то они подарили каждому из нас жизнь. Вы знаете, я хотел бы привести пример, который касается особенно меня. Это пример, он относится и ко второму пункту, к второй ответственности, там, где мы говорили о детях, и к третьей ответственности, там, где мы говорим о родителях. Я хотел бы рассказать пример своей семьи. Вы знаете, у нас обычная семья, я иногда, когда общаюсь со своими друзьями, все думают, что у нас какая-то непростая семья, как будто мы сверхобеспечены. Но я вам скажу честно, мы из обычной просто среднестатистической семьи. Но у нас в семье один раз произошла очень интересная история. Я хотел бы поделиться с вами, поделиться небольшим свидетельством. Эта история связана с благословением родителей детей и как это потом переходит на родителей. Вы знаете, когда я родился, это было ровно 29 лет назад, у меня уже была старшая сестра на тот момент, и мои родители жили в двухкомнатной квартире с родителями моей мамы. И вот меня забрали из роддома, и приходят родители домой, и они видят, как дедушка, бабушка мои, они с сумками стоят в коридоре. Мне мама говорит, в этот момент я испугалась. Ну, как бы второй ребенок, тяжело жить в одной квартире. И, наверное, нам сейчас скажут, мы вас любим, благословляем. Идите, плодитесь, размножайтесь, ищите новую землю. Пусть вас Бог благословит. Но вы знаете, в тот момент произошло что-то особенное для моей мамы. И сколько я не общался ни с кем, я нигде не слышал больше таких историй. И она касается меня, и она влияет на мою жизнь. Тогда дедушка с бабушкой, они не собрали вещи мамы с папой, они собрали вещи свои. И они сказали, мы хотим благословить вас, чтобы вы жили сами в этой квартире. Они просто ушли. После этого они долгое время еще снимали жилье. Потом они получили квартиру от работы. Дедушке дали квартиру от работы. Они получили свое новое благословение. И вы знаете, какая история произошла дальше? Я уже общался со своей мамой. Когда мы женились, нас родители благословили тоже недвижимостью. Небольшой это был старт, о котором мы говорили в самом начале. Это не что-то сверхъестественное. Но мама мне сказала, ты знаешь, когда вот это произошло, когда дедушка с бабушкой уехали, мы сначала где-то очень долго отходили. Но потом я поняла одну вещь. Объем вот этого благословения, которое я получила, он будет измеряться тем, что я передам дальше. И вы знаете, когда нас благословили квартирой, я столкнулся с разным отношением к этому вопросу. Кто-то радовался за нас. Кто-то радовался вместе с нами. Но были люди, которые не разделяли нашу радость. Они могли сказать, вот вам дали. И вы знаете, на тот момент у меня были определенные переживания. Я общался с мамой своей. Говорю, ну вот как это, как правильно ты мне дала. И она мне сказала одну простую вещь. Она говорит, ты знаешь, вообще не переживай по этому поводу. Потому что отчет за вот эту квартиру, за вот это жилье, которое у тебя есть, ты дашь, когда будет свадьба у твоего сына. И я сегодня понимаю, что для меня это вызов, чтобы я благословил своего сына дальше. Но вы знаете, потом наступил момент. Последний год у нашей бабушки ухудшилось здоровье. И мама приняла решение забрать ее к себе домой. И вы знаете, когда я сегодня приезжаю домой, вчера мы были буквально у моих родителей, я просидел целый вечер с бабушкой. Целый вечер я просидел с ней. У бабушки уже ухудшилась память. Она может рассказывать некоторые истории по три, по четыре раза. И я вам честно скажу, это очень сложно. И я понимаю, насколько сложно маме, когда она рассказывает эти истории ей. Потому что не всегда эти истории она рассказывает с положительной точки зрения. Один раз бабушка даже сказала, когда я приехал, это моя мама очень зацепила, очень сделала ей неприятно, но это не влияет на их отношения. Бабушка сказала, уже после того, как я приехал, мы погостили, я уехал. Она говорит, а почему ты скрывала от меня, что у тебя есть сын? То есть она просто забыла о том, что вот я есть такой, вот Андрей. Она познакомилась со мной заново. И вы знаете, для мамы это очень сложно было. Я говорю с мамой, я говорю, давай как-то решать этот вопрос, давай что-то думать, возможно, мы найдем каких-то специалистов. Бабушка отказывается от специалистов, она не хочет. И я понимаю маму и ее сердце, когда она мне говорит, ты знаешь, было время, когда бабушка заботилась обо мне, было время, когда родители заботились обо мне. Настало время мне позаботиться о бабушке. Как бы сложно ей ни было, с чем бы она ни сталкивалась, с какими бы трудными обстоятельствами она ни сталкивалась, и что бы ей ни приходилось слушать, она приняла решение, что она позаботится о бабушке. И вы знаете, я хотел бы сказать, абсолютно не важно, что есть в нашей жизни. Абсолютно не важно, что нам дали. Абсолютно не важно, чем нас благословили. Сегодня наша семья, это основное наше благословение. Бог благословил нас семьями. Бог благословил нас теми, кто дал нам жизнь. Бог благословил нас детьми. Бог благословил нас прекрасными мужьями и женами. Вы знаете, мы уже подводим итог, сейчас будем молиться. Очень часто мы думаем, что моя любовь – это мои эмоции. Мы думаем, что вот сейчас я люблю свою жену, сейчас она мне нравится, сейчас она мне что-то хорошее сказала, сейчас она восхваляет меня, поднимает меня, и я люблю ее. Но потом происходит, потом что-то меняется. Потом, возможно, жена что-то не то сказала. Возможно, дети что-то не то сказали. Возможно, родители уже просто по состоянию здоровья начинают говорить что-то не то. И вы знаете, эмоциям уже нету места. Потому что если они есть, то они могут быть негативными. И в этот момент, в этот момент нам очень сильно важно понять, что моя любовь – это не эмоции. Моя любовь – это не химия, которая происходит в нашем организме. Это не бабочки, которых кто-то ощущает, кто-то говорит. Моя любовь – это моя ответственность. И вы знаете, я еще раз хотел бы сказать, что так мало примеров мы сегодня можем видеть вокруг. Мы можем искать в Библии хорошую семью. И можем сталкиваться с такими историями, там, где Авраам говорит, это сестра моя. Мы можем искать хорошие семьи вокруг. Но часто за тем, что мы видим в социальных сетях, и видим за тем, что происходит вот здесь, вот перед нашими глазами, может происходить что-то другое дома. Нам очень важно понять, что самый главный пример, который есть у нас в ответственности за наши семьи – это Иисус Христос. Он научил нас любить наших жен и наших мужей, потому что Он сделал, потому что Он отдал свою жизнь за церковь, потому что Он взял ответственность свою. Иисус сказал, пустите ко Мне всех детей. Он показал пример. Может быть, ты сегодня сидишь и думаешь, вот у меня какой-то такой ребенок, не такой, вот он так себя ведет, не так. Послушайте, Иисус нигде не сказал, пустите ко Мне послушных детей, пустите ко Мне непроблемных детей, пустите ко Мне тех, кто хорошо учится. Он сказал, пустите ко Мне всех детей. Поэтому ты сегодня можешь пустить своего ребенка, каким бы он ни был, возможно, ты думаешь, что уже все пропало. Вы знаете, Иисус, будучи Богом, всегда выстраивал отношения со Своим Небесным. Он всегда искал того, что Бог откроет, того, что Отец откроет. Он всегда уединялся для общения с Ним. И поэтому так важно, чтобы мы сегодня брали свой пример с Иисусом. Давайте мы сейчас поднимемся на наши ноги. Знаете, я хотел... Я хотел бы сказать последнюю мысль, или мы можем молиться. Возможно, ты сейчас здесь, на этом месте, находишься и думаешь, все хорошо. Все было сказано, да, я понимаю это. Но у меня сейчас уже провал полностью. Хорошо говорить, что моя жена, моя ответственность, и мой муж моя ответственность, когда все хорошо. У нас, вот мы уже там вечером, когда уложим детей, говорим уже о разводе. Возможно, ты уже просто настолько отчаянно смотришь на своих детей, понимаешь уже, ничего не помогает, ни розыга не помогает, ни воспитание не помогает, на домашке не помогает, нигде не помогает. Возможно, тебе тяжело с родителями. Послушайте, я хочу сказать, Иисус Христос здесь и сейчас, Он может изменить наши отношения в семье. Он может изменить наши отношения к семье. И здесь и сейчас может начаться с этой молитвы, может начаться твое изменение. Поэтому давайте мы искренне придем к Господу с верой, что Ему все под силу, что Он способен укреплять наши семьи, что Он способен изменять наши семьи, что Он способен изменять, в первую очередь, нас, для того, чтобы мы могли служить нашим семьям. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе в этой молитве. Мы славим Тебя и возвеличиваем. Мы так благодарны Тебе за то благословение, которое Ты дал нам здесь на земле, за наши семьи. Мы благодарим Тебя за наших жен и мужей. Мы благодарим Тебя за наших детей. Мы благодарим Тебя за наших родителей. Благодарим Тебя за наше прекрасное благословение. Бог мой, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови каждого, мужа и жену. Благослови, чтобы мы научились осознавать свою ответственность за нашу семью. Не просто эмоции, не просто чувства, но ответственность. Я прошу, пускай всегда действительно в нашем сердце, в нашем разуме будет понимание, что моя жена – это моя жена. Пускай никогда у нас не будет сомнения, пускай уходят всякие плохие мысли, Господь. Пускай не будет мыслей о разводах, пускай не будет ссор во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, благословляй нашей семье, благословляй наших детей. Дай нам, как родителям, понять, что мы отвечаем за них. Дай нам, Господь, позаботиться о них. Дай нам благословить их. Я верю, что Ты можешь благословить их еще больше. Дай нам привести их к Тебе в первую очередь, потому что у Тебя самое большое благословение. Я прошу Тебя, благословляй и давай нам разум, давай нам мудрость, как родителям. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, также благослови наших родителей. Мы не знаем, возможно, кого-то воспитывали по-разному, возможно, у кого-то было разное детство, но наши родители подарили нам жизнь. И мы говорим Тебе за это спасибо. Мы говорим нашим родителям за это спасибо. И я прошу Тебя, благослови каждого из нас. осознать нашу ответственность за наших родителей, потому что они так много нам дали. Мы благословляем наши семьи. И мы просим Тебя, Господь, в первую очередь, измени наши отношения, потому что когда наши эмоции проходят, когда наши чувства проходят, пускай придет осознание того, что мы несем ответственность, Господь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Также мы помолимся за наши нужды. Мы помолимся за наши нужды. И, вы знаете, все мы пишем разные нужды. Здесь есть разные проблемы, разные боли. Но выход из них один, и этот выход – Иисус Христос. Давайте обратимся к нашему Господу. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе в этой молитве, мы славим Тебя и возвеличиваем. Мы благословляем Твое имя и приходим к Тебе с нашими нуждами, Господь. Мы складываем их у престола Твоей славы, у престола могущества и Твоего величия. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Отец. Благослови, Господь. Покажи выход там, где кажется, что его нет. Дай ответ там, где уже ничего давно не слышно, Бог мой. Я прошу Тебя, у тех же тех, кто плачет ночами, у тех же тех, у кого опускаются руки. Мы знаем, Господь, что у Тебя есть ответ. Мы знаем, что Ты есть выход. И мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовил его для нас. Мы верим в то, что мы увидим Твую победу, Господь. И мы благословляем Твое имя. Аминь. И так же, дорогая церковь, впереди еще одна молитва. Молитва покаяния. И прямо сейчас я хотел бы обратиться к тем, кто на нашем служении впервые. Возможно, вы были уже несколько раз, но никогда не молились этой молитвой. Возможно, в вашей жизни появился грех, и вы отошли от Бога. Вы хотели бы с Ним примириться. Вы знаете, сегодня мы говорили об отношениях в семье. Мы говорили о том, что это наша ответственность. И я думаю, что мне не нужно спрашивать всех нас, что рушит отношения в наших семьях. Я думаю, каждый знает ответ. И у каждого это своя история. Но вы знаете, есть еще одни отношения, которые очень важны для нас. Но их рушит тот грех, который есть в нашей жизни. Их рушит те поступки, которые мы совершаем. И поэтому, если на этом месте ты хотел бы примириться с Богом, если ты хотел бы восстановить и наладить самые важные отношения в твоей жизни, просто подними свою руку. Просто подними руку и повтори молитву, и все. Сегодня Иисус здесь на этом месте. Сегодня Бог здесь на этом месте. Он ждет тебя для того, чтобы наладить отношения с тобой. Иисус взял ответственность за отношения с тобой. Он умер на кресте за тебя. Он отдал свою жизнь за тебя. И сегодня ты можешь наладить свое отношение с Ним. Если ты есть на этом месте, подними руку. Мы будем молиться. Слава нашему Господу. Давайте мы поддержим в молитве. Другой Господь, я прихожу к Тебе в этой молитве. И я каюсь. Я грешник. Прости меня. Прости меня за все, что я сделал. Очисти меня. Освяти меня. Ты так сильно нужен мне. Я принимаю Тебя своим Господом и своим Спасителем. И мы молимся с Вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Слава нашему Богу. Все, кто молился этой молитвой, пожалуйста, после служения подойдите под сцену. Мы хотели бы познакомиться с вами. Здесь будут ожидать наши служителя. За все слава Богу.